это праздничный конечно же выпуск только рюмка водки нас 35 миллионов просмотр сами yesterday my life ау пишет возмущенный зритель ты пушной должен нам пророк рассказывать теперь я уже знаю английский олимпийский не вижу ваших рук это рок жив дорогие друзья здрасте всем это праздничный конечно же выпуск потому что у нас как видите везде много мишуры праздничный новогодний и он же у нас работа над ошибками так мы его назвали почему потому что в процессе собственно этого проекта а этот проект напомню уже два года длится на моем канале называется он рок жив было выпущено 33 выпуска 33 еще было 8 отдельно на вк так вот эти 33 выпуска посмотрели вы 35 миллионов просмотров да это очень круто спасибо вам большое и там было огромное количество комментариев в том числе комментариев с претензиями да и вот сегодня я на большинство этих претензий постараюсь ответить но в начале радостная новость у нас есть победитель розыгрыша драм-машины и это вот этот замечательный человек спасибо вам во-первых в этот раз как-то все совпало очень классно что и сам ролик интересный и количество просмотров у него максимальная поэтому дорогой вы наш а лин 5874 с вами свяжутся наши администраторы и вам пришлют ту самую маленькую драм-машинку на которой было сделано вот как раз порядка 30 выпусков этого самого рок живо но перед тем как мы перейдем к выборочным уже комментариям по всем выпускам и давайте подпишитесь я хочу сказать что есть конечно чемпионы по вашим претензиям первое конечно это тот самый урих или урлих естественно продюсер звонит кому конечно же урлиху ларсу и говорит ларс а ты знаешь что наша песня играется по радио да действительно у меня есть такая вот страшная болезнь я не знаю как она называется официально в документах меняются буквы местами и мне кажется это не страшно вообще на самом деле вы можете провести такой эксперимент вы можете взять слово любое поменять внутри этого слова порядок букв и вы все равно прочитать как надо к сожалению так иногда работает и поэтому у нас с вами что получается правильно у нас получается что и урлих и урлих это конечно оговорка из-за нее я прошу прощения бывает такое вторая претензия глобальнейшая это вот в этом выпуске в пантере я назвал стиль пантеры power metal эти ребята а именно гитарист бас-гитарист и барабанщик придумывают стиль который звучит у нас красивым словом power metal конечно же это не так потому что пантера играла в стиле груз металл а power metal назывался их альбом видимо поэтому я оговорился еще раз прошу меня простить за это но понимаете я все-таки честно вам должен признаться я вот в этих под стилях мало разбираюсь честно признаюсь я наверно могу определить металл от рок-н-ролла и от блюза а вот там под блюз под металл под рок-н-ролл а этих металлов там new metal groove metal power metal еще какой-то death metal и так далее их очень много и в этих как бы градациях металла я не очень разбираюсь но с другой стороны хочу вам сказать что понимаете когда-то и Led Zeppelin считался металлом а потом уже он взвинулся туда в хард-рок теперь уже металл это что это металлика а теперь уже и металлика это у нас хард-рок потому что есть что потому что есть какая-нибудь условно мешуга и так далее так далее поэтому в этих вот определениях стиля всегда идут какие-то девиации по-русски отклонения да и поэтому не попасть я не мог но то что я действительно ошибся с power metal это факт и третья претензия она попала не скорее не выпуск сам of shorts беру этого элвиса и выхожу с элвисом из торгового центра а там подходит ко мне гопота и говорит отойдем я не знаю почему но я держав подные ладошки элвиса сказал я не один ну потому что я был с элвисом а гопники видимо это поняли так что я с родителями ну я же все-таки школьник они такие ну ладно чё и отвалили я иду с этим элвисом как с иконой все пишут в советском союзе не было торговых центров значит так дорогой мой 14-летний пиздюк я жил в советском союзе физически потому что я 48-летний дядя и я ходил в торговый центр где было написано торговый центр и этот торговый центр был у нас в академии городке это был просто такой ну гастроном к которому было пристроено то что собственно говоря торгуют всякими в том числе и там штанами обувью и куртками поэтому торговый центр был всегда в академгородке с моего дня рождения с 1975 года поэтому вот эту претензию я вообще не воспринимаю и не принимаю и вы ошибаетесь когда говорите что торговых центров не было в советском союзе джимми хендрикс запомнился благодаря необычному звучанию и эксцентричному поведению в музыкальном мире важно уметь выделяться но и в обычной жизни например в еде порой хочется добавить остринки аджика амца это настоящая абхазская аджика который производят из уникального сорта красного острого перца выращенного в горных селах абхазии амца изготовлена из стопроцентно натуральных ингредиентов без гмо красителей консервантов и по традиционному рецепту без добавления томатов и сладкого перца она отлично дополнит блюда из мяса рыбы и овощей и станет прекрасной добавкой к маринаду и соусом я обожаю стейки с аджикой почему потому что именно с аджикой они раскрывают настоящий вкус мяса пряности и травы в составе придают пикантности а сочетание острого перца и чеснока позволяет ощутить вкус блюда более насыщенным огонь именно так кстати слово амца переводится с абхазского и не покупайте настоящую абхазскую аджику амца со скидкой до 20 процентов на озон и добавьте остринке в новогодние праздники сканируйте qr-код или переходите по ссылке в описании дальше есть еще одна претензия да конечно вот это действительно была ошибка самое смешное что она легко очень вычисляется когда я вам рассказывал про рамштайн и про их клип порнографического содержания я вам сказал что это были они сами они приезжали на площадку просто подумайте они приезжали на площадку доставали свой писюн выводили его в ректальное состояние и работали но в этом же клипе наш замечательный клавишник он же предстает виде раздетой женщины ну то есть у него там простите вместо одного вида половых органов другие виды и понятное дело что уже глядя на это можно понять что это в общем-то монтаж и да действительно в том клипе который назывался пусси рамштайн что называется пользовались в с одной стороны компьютерной графикой вот как у клавишника с другой стороны они пользовались дублерами то есть приходил солист рамштайна на клип снимался а потом приходили ребята профессионалы из порнухи и уже доставали свои писюны и работали ими собственно в кадре вот но но суть-то была именно в этом что рамштайн не чурался таких клипов и действительно потом они сняли уже сами клип муж по крайней мере это тиль то точно снял клип с нормальной такой порнуха и в которой он сам лично участвовал поклонницы были даже говорят из нашего отечества которые помогали ему в этом извинился теперь давайте пойдем по конкретике у меня есть выбранные ваши комментарии в том числе с претензиями пойдем по списку значит так и сиди си по поводу смерти скотта вот был гневный комментарий что обнародовали до закрытия что вроде как он умер от того что у него оказывается было более литра крепкого алкоголя внутри а я сказал что он захлебнулся рвотными массами и человек пишет версию с блевотой выдали в люди для пропаганды трезвости для очередного выпада против рок-культуры обновитесь александр написал человек и главное никакой ссылки на пруф не дал слушайте но допустим он умер от передоза алкоголя что это меняет наверное это ничего бы не меняет тем более что есть понятие такое внутреннее отравление как раз вот я так понимаю что эми вайнхаус как раз умерла от количества алкоголя они от того что обычно происходит с блевотными массами вот поэтому в общем-то сути этого не меняет человек умер от алкоголя конкретно из-за чего нет я наверно тут тоже браться не буду я не был судмедэкспертом и эту причину смерти вам точно сказать не могу неужели пушной забыл упомянуть в разговоре про элвиса что стиль элвиса по сути сделал форест гамб это конечно не претензия а это скорее отсылка к фильму замечательного помните когда форест гамб как бы пытался учиться ходить на него глядел значит элвис который снимал квартиру фореста родителей в этом же доме и он потом стал также танцевать на самом деле конечно это фильм это придумка но это очень хороший комментарий в том плане что вы меня отсылаете к этому фильму и просто охотничья собака к сожалению мало рассказали о музыке кроме эффекта элвиса ничего мол не привнес сам элвис знаете вот честно говоря элвис в музыкальном плане вот чисто музыкально он же не придумал песни правильно как исполнитель да а как композитор да он нет наверное все таки не в этом его заслуга я уже говорил что человек он был знаковый его назначили знаковым человеком и человек внутри элвиса может быть этому и сопротивлялся но он стал культовым персонажем который продолжает жить до сих пор от человек внутри этого персонажа к сожалению не справился с этим и умер вопрос про то как элвис стал знаменитым пишут большую претензию что могут мы знали что элвис просто записал одну песню отдал на радио поздравить свою маму это столько настолько оказалось классным треком что люди многие просили а давайте мы тоже так поздравим этой же песню свою же маму и поэтому all that's all right мама взлетела значит в чартах и так элвис мгновенно стал знаменитым нет нет она не так потому что это было бы слишком хорошо для реальной жизни таким образом знаменитыми становится потому что записав одну песню нужно же что-то делать дальше а здесь уже понадобилось какое-то продвижение и все-таки паркер да и да наверное может один трек взлететь трек кого-то взлететь благодаря вот такой вирусной нагрузки вирусному способу распространения но популярность элвиса с так бы осталось на уровне одного трека если это так а все-таки все-таки элвис это нечто большее чем просто that's all right мама главная заслуга элвиса пишут в том что он покупал музыку чернокожих артистов за копейки продавал за миллионы имха грустно что пушной об этом не упомянул на смотрите купил за дешево а потом задорого стал продавать но во-первых здесь цвет кожи вообще ни при чем такое бывает что кто-то купил за 100 долларов какую-то песню потом начал ее петь она стала супер хитом и он заработал себе дворец и бассейн если при этом купил вместе с авторскими правами вот тогда получается катастрофа потому что например все знают историю что григорий лепс купил песню только рюмка водки нас за 300 долларов он купил песню за 300 долларов но он не купил права на песню то есть как бы песня осталось авторское право осталось за человеком который написал эту песню вот в единый момент григорий лепс купил за 300 долларов она стала песни в его репертуаре и она стала настолько популярна что человек который написал эту песню тоже очень сильно обогатился потому что каждый раз исполняю эту песню какая-то часть идет автору потому что он автор этой песни это называется ройалти поэтому если вы когда-нибудь что-нибудь будете продавать свое творческое никогда не продавайте что называется с потрохами серы всегда оставляйте за собой авторское право и например если вы написали свою жизнь что-нибудь типа ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла и шесть кадров то потом когда-нибудь может быть это что-то вам и даст так целый сам понятно двигаемся дальше секундочку вот green day александр а не кажется ли вам что они все же реабилитировались в альбоме шестнадцатого года который называется revolution radio я говорил что для меня green day закончились где-то там в районе 2004 во всяком случае там пара достойных треков есть и по звуку и по драйву вы обошли этот альбом стороной я очень многие альбомы обхожу стороной по какой причине по двум либо я реально не понимаю что это за альбом мне он не нравится и весь green day как я еще раз повторю после 2004 года для меня существовать перестал либо эти альбомы я просто что называется пропустил и они меня прошли тогда как вот случае слэйра я говорю расскажите вы мне о нем потому что альбом 2006 года слэйра я не послушал и оказалось зря потому что он очень драйвовый классный вот так как совпало что он в моей жизни не появился но вы мне об этом сказали рассказали и я потом могу это все дослушать уже после класс жаль что не уделили время факту когда они сыграли свою песню с youtube да господи таких вариантов было куча кстати если вы хотите что-нибудь посмотреть как играют люди вместе да вы можете сесть куда-нибудь и полететь посмотреть это в любую страну на чем правильно на самолете а где билеты брать молодцы догадались сами на авиасейлс хендрикс претензия пишет нам человек хендрикс не просто сыграл гимн сша он сыграл звуки сирен падающих бомб и летающих самолетов именно за это ему и прилетела тем не менее спасибо за видос дядя саша не выступал на вудстоке и так как он американец и он вырос в школе и каждый день его заставляли петь гимн америки он вышел на сцену и сделал следующую со своей гитарой вот это жужжащий ну конечно же нет но это надо быть хотя можно конечно услышать вот в этом заводящемся звуки гитары какие-то падающие бомбы но это слишком сложно ему прилетела скорее всего за то что он просто так сыграл гимн так играть гимн сша нельзя кстати это было наверное единственный случай когда была хоть какая-то претензия потому что сейчас уже на барабанах играют гимн на барабанах вот я видел лично как чат смит каком-то из представлений просто сел и там и все горит в класс ну просто у них вот такая культура исполнения этого конкретно их гимна вы иногда пишите что я не точно знаю откуда взялась песня вот опять же к хендрикс очень круто что джимми стал героем передачи вот только хей джо в исполнении хендрикса это кавер песни малоизвестной группы ливз но я и говорил в выпуске я говорил что это кавер я не сказал какой конкретно группы есть только джимми хендрикс который взял известную песню многие перепевали перепел сам и вдруг опа и джимми и вывел на новый уровень но не его группа была авторами все-таки вы знаете таких случаев много я уже по моему делал даже выпуск у себя на канале еще давным-давно как многие вещи которые мы с вами знаем они являются камерами этих исполнителей то есть например ага помоция ага помоция это же кто у нас харрисон да джордж харрисон это не его песня почему ну ладно потом сами и стыд и малах bonnie m это не это не песня bonnie m сани вот так это кавер они исполнили ну и самое удивительное что джин 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 эвакишин форен лэнд анкл сан дэм ю бэст хиган юрин дэй амина это не статус кво самая популярная песня статус-кво это не статус-кво это какая-то группа которая называется болон и болон причем более того они в оригинале эту песню будет точно также как потом мы сыграли статус-кво точно также в той же аранжировки просто чуть чуть более дрябленько статус-кво стали популярны с этой песни хотя эта песня не их но таких огромное количество случаев в жизни led zeppelin претензии по led zeppelin саня красава только в одном не прав иммигрант сон звучало за 10 лет до топ-рагнарёк в мультфильме шрек 3 а сегодня современная молодежь тоже знает что такое поэтому потому что этот трек звучит в современном фильме рагнарёк тор рагнарёк рагнарёк тор я не помню там какая-то каша из этих всех значит героев супергероев короче говоря все дети знают eller именно потому, что она является саундтреком к их любимому фильму. Вот! Молодцы, Ладзеппелин, прорвались сквозь время. По-моему, в «Рагнарке» звучала эта песня. Ну вот люди слышали ее 10 лет назад в каком-то другом фильме. Возможно. Я еще раз говорю о том, как я ее услышал, где. Возможно, что она звучала и где-то раньше, еще в другом фильме. И вообще фильмов, на самом деле, огромное количество. Туда может попасть трек. Трек может кто-то услышать в каком-то фильме, но фильм будет незнаменитый, поэтому он будет незнаковый и так далее, и так далее, и так далее. Признаю, может быть, это и так. Есть по Майклу Джексону вопросы. Что касается барабанов в «Билли Джинн». Я вам рассказывал, помните, что Джексон был амажировщиком этой песни, и он придумал этот вот простой ритм на довольно сложный хук, и тем самым сделал песню великой. Эта идея возникла у Майкла до создания этой песни, во время перерывов на концертах с группой Джекссонс. Он хотел, чтобы звучал размеренный ритм, не позволяющий расслабиться слушателям и поддержать их настроение. Так и родилась идея этого бита, который позже и был использован в «Билли Джинн». Ну, источников мы не видим, но я вполне могу согласиться, что, может быть, так и было. То есть есть одна песня, есть вторая песня, чтобы зрители не скучали между песнями, хотя я думаю, что у них там стык был небольшой. Вот барабанчик просто тунц-кац, тунц-кац, тунц-кац. В это время Майкл Джексон бегает, маленький еще кричит, «Олимпийский, не вижу ваших рук!» И действительно все радуются. Во время студийной записи «Билли Джинн», это тоже комментарий, некая претензия, был потрачен целый день для записи барабанной партии. Нужно было сыграть один рисунок на протяжении всей композиции одинаково, чтобы качало без использования лупов и сэмплов. Было записано много дублей, целый день Куинси Джонс мучил барабанщика и в итоге из всех записанных дублей выбрал самый первый. Может быть, может быть. Я об этом не рассказывал, потому что не знаю, как там было на самом деле, но вот видите, кто-то знает. Пишут про Никельбек, что из всей песни знаешь только одно слово. Вообще, в принципе, вы заметили, наверное, да, что я очень как-то так фривольно отношусь к тексту английских песен. Конечно, слов не знаю я, и слова мне не нужны Почему? Да потому что потому По одной простой причине. Я не знаю английский язык настолько, чтобы свободно им владеть, чтобы петь. Поэтому я, как и любой человек, запоминаю песни на слух. И я могу даже на французском вам Что это значит, я не знаю. Наверняка это не так. Но я запоминаю звукосочетания, а потом уже иногда из этих звукосочетаний я понимаю, что там есть какой-то смысл. Ну, «She loves you, yeah, yeah» – это слишком просто. Но иногда в каких-то песнях, а особенно там, например, «Стинговских» у меня. «I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me...» О, оказывается, это не просто «бла-ла-ла», а это, оказывается, «я ненавижу это говорить», «я ненавижу это говорить», «it's probably me» – это, возможно, «я». И вот, понимаете, действительно, теперь я уже знаю английский, но сначала это было звукосочетание, а потом уже текст. Хвататься за это, наверное, можно до бесконечности и говорить, что Пушной так и не выучил ни одной песни в смысле текста, «ну, уж простите, такой вот я есть, какой есть». Да это известная история, почему они их все захейтили. Речь идет о том, что все захейтили Никельбек. Просто из-за вирусной шутки. На одном юмористическом шоу ведущий или гость, точнее, не помню, пошутил что-то типа «Если проиграть Никельбек заду-наперед, то вы услышите голос сатаны». Вообще говоря, для рокеров это, по-моему, наоборот, комплимент. Собственно, потом и понесся хейт в сторону группы. А так Никель и сами уже относятся к себе с сарказмом и уже смирились со своим статусом шутов. Тем не менее, это не мешает им собирать стадион и выпускать продаваемую музыку, которая хоть и однообразна, но местами радует. Кстати, в видосе ни одного слова про роскошные баллады и вокал самого Чеда, которыми они славятся априори, и что тоже является предметом ненависти, сказано не было. Смотрите, есть химически чистые направления, вот типа там Слеера, Металла, да, где вот ты прям, ты сам тру, и группа тру, и вы все вместе третесь друг о друга на концерте и радуетесь. Есть, соответственно, такая же попса, где никаких претензий ни к кому, просто пошел, попрыгал, повеселился, порадовался. Ну где же вы, девчонки? А вот же вы, девчонки, как раз на этом концерте и пляшете. Есть вот что-то промежуточное. Вот Никельбек. Это что? Это ну где же вы, девчонки, или это Металл? Ну это где-то посередине, и поэтому нет определенности, что это такое. И поэтому возникает раздражение у тех, кто ходит на Слеер, что это типа какие-то попсовики, и у попсовиков возникает раздражение, что это какие-то жужжащие гитары, где наши вот эти вот любимые баллады. Поэтому вот таких групп, как Никельбек, их достаточно много, они не совсем в четком, химически чистом жанре работают, и поэтому у них есть вот проблема с восприятием. Кстати, перед вами стоит человек с такой же проблемой. Он кто? В смысле он пушной. Он кто? Он музыкант? Да вроде нет. Он какой? Он телеведущий? Да чего он телеведет? Он когда-то вел «Галилеотка», это было когда-то. Он что-то вообще умеет рассказывать? Да, умеет, но не так точно, не так академично, как это нужно с точки зрения, например, лекции. Вот он кто? Вот я перед вами. Кто? Не знаю. Вот он находится на каком-то пересечении множества вот этих вот плоскостей, где есть одна точка, называется «Александр Пушной». Я помню, как это было смешно, когда я на телевидении был, типа, вот этим рокером вонючим, который, значит, на гитаре что-то грохочет, и мне даже сам Александр Васильевич когда-то говорил, Масляков, что это не рок-концерт, это КВН. И я такой гордый рокер в телевидении, да, рокер из телевидения, приезжаю на нашествие, и мне говорят, приехал этот клоун с телека. Я говорю, да ёпт, не поймешь вас, то я тут клоун из телека на роковом фестивале, а в телеке я рокер, значит, какой-то вонючий. И, в общем, все время как-то не там, не там. И поэтому это часть, наверное, и моей жизни, да, вот этот вот странный такой нечистый жанр, да, потому что то, что вы сейчас смотрите, это вообще непонятно, что такое. Это выпуск про рок-жив, в котором Пушной от себя лично с гитарами в руках рассказывает про какие-то группы. Меня кто-то назвал однажды, вот я помню, кстати, в комментариях, журналистом. Александр, какой у вас хороший журналистский проект. Никогда в жизни, вы что, с ума сошли? Какой я журналист, я вот так вам отвечу. Я, естественно, не журналист, и журналистом никогда не был и не буду, потому что у журналистов есть определенные правила работы, да, которые касаются в том числе там проверки информации. Вот я этим никогда не занимался, да мне это и не надо. Значит, смотрите, Red Hot Chili Peppers в США выступали на разогреве концерта «Горький парк», а в 99-м на Красной площади, наоборот, «Горький парк» достойно разогрели уже мегапопулярный коллектив. Но все-таки, при всем уважении к «Горькому парку», если сравнить РХЧП и «Горький парк», я бы все-таки проголосовал за РХЧП. «Заслуги Фли обошли стороной», пишет нам в комментарии к РХЧП. «С ним бас стал не просто эфемерной душой песни, именно его звук разделил мою рок-коллекцию на «до» и «после». Я действительно мало времени и внимания уделил Фли как музыканту в Red Hot Chili Peppers. Ну, я там рассказывал вам про гитариста много, да, про фрущанты, вот, а Фли, конечно, он и среди всех вот этого многообразия талантливых людей, он самый гениальный, конечно, потому что Фли, он вообще учился на трубе. И он джаз играл раньше, более того, он не понимал, зачем эта вся рок-н-ролльная история нужна, и словок ему говорит, ты что, смотри, как клево, и он взял бас-гитару, и он может на бас-гитаре вытворять невероятно музыкальные истории, и может он на трубе еще играть, до сих пор помнит, как это делать. И, в общем, конечно, если говорить про музыкальность группы Red Hot Chili Peppers, то это, в основном, заслуга именно Фли. Правильно сделали, что мне на это указали, и, видите, я, собственно, исправился и вам говорю, что это так и есть. Недавний выпуск Slayer. Ну-ка, что тут? А, вот мне написали, что Slayer, я помню, вам Slayer играл на фортепиано. Та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-там. Даже вот этот вот может быть аккорд, но не вот этот. Так вот, Slayer на фортепиано давно и более-менее успешно играет Вика Гаус Вайлд. Несколько лет назад она, это, судя по всему, женщина, выкладывала целый концерт из их номеров. Ну и не будем забывать про кавер Тори Амос на Рейнин Блад, которому 300 лет в обед. Да, вот это, кстати, очень хорошие комментарии, когда как бы есть претензии, с одной стороны, что что это ты решил, что ты первый это придумал? Нет, это давно уже придумано, и вот посмотри ссылка или конкретные имена. Теперь можно все это забить, опять же, в поисковик и получить результат. Под конец Пушной чуть смазал впечатление. Это комментарий к Slayer. Когда приплел Slayer к мейнстриму просто из-за того, что те продают разнообразные мерчи. Ау, пишет возмущенный зритель. Так все делают, Саня. Из Кардашьян это обычный мем, а не тренд интернета. Ну, смотрите, мерч выпускают все. Но, если ты идешь на группу Мишуга, и там покупаешь мерч Мишуги, и ты при этом девушка, вопросов нет. Ты отстояла весь концерт, оглохла. После этого, конечно, ты натягиваешь на обвисшие сиськи какой-нибудь мерч и говоришь дома. Но, если ты, Тейлор Свифт, или Ким Кардашьян, натягиваешь на себя Slayer, у меня полное ощущение, что ты никогда в жизни эту группу не слушала. А почему ты натягиваешь именно Slayer? Вопрос. Почему ты не натягиваешь Мишугу? Почему ты не натягиваешь просто что-нибудь красивое, там, с черепами? Потому что Slayer, это, вот для них, это какой-то такой, знаете, прикольный мерч из разряда футболок с роком. То есть Slayer уже оторвался от музыки и стал просто лейблом на майку. Это правда. Не будем вас томить, расскажу вам про розыгрыш гитары. Значит, вот это вместе с с чехлом я отдам кому-то из вас. Что это такое? Значит, это гитара, которая была куплена мной два года назад за бешеные деньги и на ней вот практически не совокуплялась муха. Не совокуплялась муха. Что это такое и почему я это купил? Это не просто гитара новая, она мной. отстроена по последнему слову техники. То есть здесь есть не просто ремень в комплекте, а у этого ремня нового есть вот такие штуки, называются стреп-локи. Видите? Лок. И второй тоже, пожалуйста, где там он? И второй тоже так. Опа! Лок. О! Здесь же висит ключ. А это что такое? Это ключ от того самого эва-тюна. Вот тот самый эва-тюн. Самый лучший в мире бридж, который держит строй. то есть если вы эту гитару выиграете и она будет у вас дома, не поленитесь почитать, как это работает. Иначе вы сломаете это просто, понимаете? И вам будет обидно. Значит, строй все время есть. Сейчас включу. быстренько врублю ее в свою педаль. Вот. Ох! Звук! Это нэк у нас. Нэковый датчик. Ничего не хрустит. Новая гитарка. Это у нас бридж и нэк вместе. Это просто нэк. Но самое главное это, конечно, как эта гитара звучит с перегрузом. не буду разыгрывать. Простите, да. Так вот, почему, собственно, я ее буду разыгрывать? Потому что она у меня два года лежала дома и я даже к ней не прикоснулся. Это абсолютно новая гитара. Я подумал, вот почему она у меня лежит и никто ее не пользуется. Так не должно быть. Гитара должна играть. Поэтому конкурс. Это, конечно, не конкурс в чистом виде. потому что в конкурсе побеждает лучший. А сейчас будет абсолютно мой субъективный выбор среди вас. Как-то вы мне должны понравиться. Как, я не знаю. Но задание будет музыкальное. Вот почему. Эта гитара не должна попасть в руки к человеку, который ее возьмет и повесит вот так на стену или положит куда-нибудь в шкаф, как я. Она должна попасть к человеку, который будет на ней играть. И в этом смысл. Поэтому вы берете любую гитару, это может быть акустика, а может быть вообще даже не гитара, и записываете риф. Это риф из программы «Галилео», который я придумал тысячу лет назад. Вы его записываете, неважно на чем, еще раз говорю, это может быть сыграно на колокольчиках, это может быть сыграно на акустической гитаре, это может быть сыграно на пианино, это может быть сыграно на чем угодно, это может сыграно быть на вот на на резинке на чем угодно вы на линейке выкладываете в youtube ну желательно чтобы это был какой-нибудь шорт коротенький да как раз тут собственно в минуту уложитесь точно вот и пишите хэштег хочу гитару пушного я смотрю все а выбирая я того кто мне понравится не 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 внешне и не по задумке а вот увижу я у человека желание играть на гитаре играть на гитаре вижу желание пойму что ему вот этой гитары прям не хватает я вот ему и отдам неважно сколько будет у вас просмотров может быть один просмотр это буду я вас смотреть может быть тысячи может быть десять тысяч может сто тысяч миллион просмотров это неважно важно чтобы я увидел у вас желание эту гитару получить если вы в эту минуту еще скажет какие-то пару слов важных я буду не против но главное чтобы после этих слов или до или после прозвучало может быть вы сыграете даже лучше чем это я делаю сейчас она же еще как у хэтфилда же правильно она же это косплеит explorer хотя гитара кстати не назвал это слов solar какой-то там чего-то там вот и можно же вот так еще играть прямо яйца должны быть у вас чтобы эту гитару выиграть нет не обязательно кстати если вы девушка и у вас нет яиц но и желание получить такую гитару опять что нужно сделать правильно сыграйте этот риф запишите его в качестве шорта напишите хэштег хочу гитару пушного и возможно она к вам поедет поехали металлика александр огромнейшее спасибо за потрясающий рассказ о моей самой любимой группе это про металлику пишет человек поправка альбом hardwood строк не страх был общем шестнадцатом году 18 ноября но я говорил да я тогда действительно в голове держал число 18 поэтому год назвал 18 это не так nj n justice по джейсон помните это альбом and justice for all был выпущен как and justice for джейсон где наконец-то они сделали слышимый бас-гитару называется на самом деле фанатский альбом и в сети его легко найти я кстати просил показать мне очень много комментариев с тем что указываете где можно послушать наконец-то этот альбом со слышимым звуком бас-гитары кстати его только все и слушают вместо оригинала ну конечно не все вообще на самом деле знаете вот к разговору тут недавно хотела спросили хотел а ты же знаешь что вы на альбоме 88 года and justice for all взяли и специально убрали звук баса он говорит ну да то есть ты отдаешь себе отчет что альбом просто плохо сведен по классическим каким-то требованиям бас-гитары просто не слышно он горит до гитары не слышно зачем-то ларс я уже боюсь называть его фамилию урих сейчас правильно попросил просто взять и на 8 децибел или на 6 децибел уменьшить громкость гитары зачем-то и они так выпустили альбом и потом сестры сказали какой кошмар зачем выпустили альбом где не слышно бас-гитару это было вроде как такое знаете мы взяли нового бас-гитариста ну вот так его чтобы не слышно было и хотел гениальную фразу сказал он говорит да это было так и это теперь часть истории группы металлика мы не будем ничего перевыпускать пожалуйста делайте это сами вот тот альбом вот тогда вот так был выпущен и эта строчка в нашей биографии поэтому я все к чему что если я где-то когда-нибудь уриха урлихом назвал это тоже часть биографии вот этого маленького проекта рок жив парк горького есть ли тут претензии напоминаю что русские группы у меня в вк можно тот же самый рок жив но про наши отечественные группы там посмотреть вот интересный комментарий пишет нам ищу женщину от 30 которая любит чаев и queen для серьезных отношений дорогие друзья если вы женщина и вам от 30 вы любите чаев и queen алексей вас ждет где найти алексея значит парк горького века там в комментариях найдете алексея и он вам ответит так самый захейченный выпуск в youtube который собрал по моему рекордное количество дизлайков то есть соотношение лайк-дизлайк там какое-то прям 90 по моему два процента что редкость обычно 95 и выше это конечно выпуск про руки вверх поп жив ты что сделал ты должен был бороться со злом а не примыкать к нему как мы теперь будем что зачем это лучше бы киш сделал вообще на руки вверх была удивительная претензия ты пушной сука должен нам пророк рассказывать потому что дальше очень интересная фраза у тебя канал про что вы можете почитать как называется канал александр пушной что на этом канале должно быть правильно все то что захочет кто либо александр пушной и если он хочет сейчас пророк рассказывать будет рассказывать пророк если он будет рассказывать про поп он будет будет рассказывать про поп пока коп мы еще раз как канал называется александр пушной рифы на рифы есть поправка смог он завода в мантре не просто какой-то дом горел вы помните да про что песня что вот горит дом с дым над водой и в небесах и огонечки в нем их аппаратура вся была считай студию там хотели строить все сгорело но это не так но это не так потому что в песне поется даже конкретная фраза есть мобайл виден мочитаем что типа рекорд мобайл они мобильный рекорд устраивали то есть они привезли фуру с оборудованием и в коридоре гостиницы но это известный факт может тоже почитать как они писали собственно этот альбом они были в отеле а рекорд студия мобайл рекорд студия которая передвижная на колесах стояла на улице там почему сгорела аппаратура потому что это был концертный зал где выступал фрэнк запа андрей за что-то там выступали а потом какой-то стюпид гаев какой-то фейрган и так далее и вот потом уже смог он бы вот поэтому там сгорела аппаратура на которой играл фрэнк запа в этом доме но не то на которой как вы пишете до должны были писаться деппу значит что я хочу сказать вам дорогие друзья есть те группы про которые я хотел прямо рассказать хотел 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 они уже все лежат есть и группы про которые я еще могу рассказать и они тоже для меня что-то значит и я про них расскажу и наверное там да есть black sabbath там да есть doors там наверное есть конечно и вот куда вот дипешмот запихнуть вот куда запихнуть дипешмот вам про дипешмот рассказывать или забрать поп жив а короче а с новым годом я поздравляю вас с тем что вы живете на планете земля почему потому что вот уран он вращается вокруг солнца один оборот делает за 80 земных лет то есть если бы вы например жили на уране и мы с вами все жили на уране то мы бы справляли новый год один раз в жизни тем кому было 80 плюс все остальные дохлики а это 90 процентов нас с вами ни разу бы в жизни не праздновали новый год писать как мы должны быть благодарны замечательной планете земля что он так быстро вращается вокруг солнца что за время биологической жизни ты можешь много десятков раз справить этот замечательный праздник с новым вас годом в лесу родилась елочка а я родился в академгородке и если здоровье позволит мне я буду на ютюбе я буду тут снимать рок жив вы будете смотреть а потом в комментариях будете писать как здорово а а теперь давайте смело мы отпразднуем новый год для этого надеюсь у вас все есть так надо рифму на год давайте он скорее придет но 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 ну люди dedans